В Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая. Соответствующее распоряжение глава республики подписал сегодня. Уборочные работы затягиваются. Какая поддержка будет оказана, аграриям обсуждали в Яльчикском районе. Муниципалитет принял членов выездного заседания правительственной комиссии по вопросам АПК и коллегии регионального минсельхоза. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Комбайны и трактора к работе готовы, но пока выехать на поля невозможно. Из-за дождей в почве накопилось огромное количество влаги. Южные районы могут приступить к уборке в ближайшие дни. В хозяйстве комбайн рассчитывают на большой урожай. Чтобы не допустить потерь, зерно будут сушить в специальном комплексе. Также у нас все подготовлены склады для хранения семенного материала и зернов урожая. Закреплены кадры, утвержден рабочий план уборочных работ. Уборочных площадей у нас 1355 гектаров. Это в том числе 550 гектаров зимы. Они перезимовали хорошо. В прошлые годы уборка зерна начиналась в середине июля. Этим летом сроки сдвинулись. По прогнозам на две недели. Планы агрария в погоду нарушила и весной. Посевная завершилась поздно. В прошлом году мы 18 июля. Первый день вышли на уборку зерновых. В этом году пока не предвидится. Даже 10 августа под сомнением. Поэтому все работы будут затягиваться. Уберем ли еще без потерь и картофель, и посевозимых, и другие работы накапливаются. На сегодняшний день отрадно, что у нас не было сушильных агрегатов в районе. Холдинг в районе. У нас 12 тысяч гектар. В этом году взял аренду, где-то выкупил. Постали сушилку. Решается вопрос по газификации. Из-за обильных осадков зерновые культуры гниют на корню. Пшеницей и овощам угрожает тля. Прогнозы не утешают. Ущерб от потери урожая может превысить 800 миллионов рублей. Пострадавшим хозяйствам в правительстве региона окажут поддержку. Мы еще дополнительно выделили 140 миллионов рублей. На те направления, которые дополнительно должны были выделить. И общий объем государственной поддержки в этом году будет составлять 2 миллиарда 398 миллионов рублей. Хозяйство просчитывают все риски. Помощь аграриям окажут специалисты. Где руководители хозяйств не сориентируются на те рекомендации, которые будут давать специалисты, эксперты, люди с огромным опытом, с огромной практикой. В отдельных случаях есть такие руководители, которые думают, они сами с усами все знают, не учите, не подсказывайте. И будут проблемы. И урожай может остаться на полях. И практически получат они материальный ущерб, затраты не покроют. И начнется процедура банкротства, по сути дела. Запасы кормов сформировали большинство хозяйств. Правда, качество сена и зерна вызывает вопросы. На приемных предприятиях необходимо подготовить сушилки. Потребительский рынок должен быть обеспечен мукой высшего сорта. Из-под комбайна те хозяйства, которые не имеют сушилки, они вынуждены будут воспользоваться услугами на возмездной основе. Поэтому, может быть, зерно пойдет из комбайна влажностью там и 25%, и 30%. Значит, может быть, от данного зерна у них 30% просто за сортировку, за высушку или за другие услуги выйдут. По прогнозам, после непростой страды цены на потребительском рынке могут подскочить. Необоснованный рост правительства региона будет пресекать. Мы будем проводить максимально ярмарки выходного дня, чтобы производители по прямым схемам шаговой доступности могли продавать выращенную сельхозяйственную продукцию или продукты питания. Глава республики отметил, что аграриям под силу справятся со всеми задачами. После уборки урожая в кратчайшие сроки предстоит засеять озимыми культурами более 100 тысяч гектаров.